сцена 5 комната джульетта ромео и джульетта уходишь ты еще не рассвело нас оглушил не жаворонка голос а пение соловья он по ночам поет вон там на дереве граната поверь мой милый это соловей нет это были жаворонка клики глашатой зари и и лучи румянит облака светильник ночи сгорел дотла в горах родился день и тянется на цыпочек как к вершинам мне надо удалиться чтобы жить или остаться и проститься с жизнью то полоса совсем на свет за не свет зари а зарево какого-то светила зашедшего чтобы осветить твой путь дома манту и огнем фокелоносца побудь еще куда же тебе спешить пусть схватят и казнят раз ты согласна и подавно остаюсь с тобой пусть будет так там гла не мгла рассвета облеск луны не жаворонка песни над нами оглашает своды неба не легче оставаться чем уйти что ж смерть так смерть так хочется джульет поговорим еще не рассвело нельзя нельзя скорее беги святая цветает жаворонка горлодер своей не складится и нам режет уши а мастер трели будто разводить не трели у на любящих разводе и жабьи будете будто у него глаза нет против жаворонка жаба прелесть он пеньян нам напомнил что светло и что простаться время нам пришло теперь беги близк утра все румяний в румяне день и все чернее прощань по-настоящему джульетта няня матушка идет цветает осторожнее немножко окошко день а радость из окошко обнимемся прощайте я спрыгнул в ад так ты уйдешь мой друг мой муж мой клад давай мне всякий час все это время знать о себе минуте столько дней что верно я на сотни лет состарюсь пока с моим ромео свяжусь вновь я бы пониже я буду посылать с чужбины весть со всяким кто ее возьмется взять свесть увидимся когда-нибудь мы снова наверное обедайте все послужит нам потом воспоминаний о боже у меня недобрый глаз ты показался мне отсюда сверху опущенным на гробовое дно если верить глазу страшно бледен мне кажется и ты бледно как труп печаль всю кровь согнала с наших губ прощай прощай судьба тебя считает изменчивую если так судьба то в самом деле будь непостоянной и вдалеке не век его держи ты встала дочь кто говорит со мной вы матушка еще вы не легли и поднялись что надо вам так рано ну как джульетта мне не по себе леди капулите все плачешь об убитом но слезами его не выполощешь из земли вы моешь не оживить довольно поплакать в меру как большой любви а плачь без меры признак тупоумии а если так утрата велика ведь слез твоих утраченных не видит ты плачешь не о том что нет тибальдо а что подлец его убивший жив какой подлец ромео он и подлость удалены безмерно видит бог еще никто так не терзал мне сердце все потому что он еще живет живет и для меня не досягаем я за тибальта отомщу сама отомсти и мы ты можешь быть покойна я в манту и пошлю где говорят скрывается преступник там сумеют от травы подмешать ему в еду он в гости поторопиться к тибальду и это восстановит твой покой я правда никогда не успокоюсь пока ромео не в моих руках найдите человека для посылки я яд ромео и яд ромео и сама сыщу а что за мука слышать это имя и быть не в силах броситься к нему чтоб из-за любви к несчастному тибальту его в объятиях на смерть задушить составь мне смесь а я гонца достану теперь тебе я радость сообщу такое время радость очень кстати и так чем радость это состоит отец твой полон о тебе заботы что чтобы тебя развлечь он выбрал день для праздника нам и во сне не снилось нежданное такое торжество что ж добрый час когда назначен праздник четверг моя хорошая в четверг прекрасный граф парис твой нареченный с утра нас приглашает в храм петра чтобы с тобой сочетаться браку клянусь петровичем петровым храмом и петром ничем с парисом я не сочетаюсь какая спешка гонят под венец когда жених и глаз еще не кажет благодарю уведомьте отца что замуж рано мне а если надо скорее за ромео я пойду чем выйду за париса вот так радость вот он идет скажи ему сама посмотрим как он примет эти речи закат сопровождается росой племянника же закат отмечен ливнем опять потоки все же еще в слезах на взгляд такое ощущение ощущение щупленькая тельца а борется как на море корабль с пучиной слез и ураганом вздохов до воцаренья новой тишины ну как дела уже ты сообщила и наши повеления жена твои слова были нет вот мои пулете дамщина сказала но она не хочет слушать отказывается благодарить теперь в образе мужчины что 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 не слышу повтори не хочет благодарит она не поняла всей этой чести и не очевидно во сколько раз жених знатнее нас она находкой нашей не гордится должна благодарить но не горжусь какая гордость том что ненавист на но и напрасный труд ваш дорог мне вот логика прости не понимаю где связь то благодарные горда то не горда и вдруг не благодарны брось эти штуки мань маменькина дочь что гордость не твоя и благодарность а вот четверг пожалуйста изболь пойти венчаться в храм с парисом или тебя я на веревке притащу в чем держится душа холера падаль раз важничалась отец прошу вас слез на на коленях позвольте только слова мне сказать ни звука все заранее известно четверг будь в церкви или на глаза мне больше никогда не попадайся молчать молчать роптали дураки что дочь у нас одна она поверху и это много так нас допекла у подлая избави боже суды а дочки отзываться так нельзя а почему наставница с указкой к соседкам шли бы языком трепать я зря не вру проваливайте к богу нельзя и рта открыть вам говорят соседками за кружкой с удачки тут не кабак вы слишком горячий меня с ума все это сводит боже где не был я и чтобы низы чтоб не затевал в гостях ли дом или вечно днем и ночью мою мыслью было подыскать из жениха и наконец он найден богач красавец знатный человек воспитан воплощение всех достоинств мечта и сон а эта тварь пищит я не хочу я не могу мне рано простите ты не можешь хорошо прощаю но изволь вперед кормиться где хочешь только больше не со мной имей ввиду я даром слов не трачу на размышление у тебя два дня если ты мне дочь то выйдешь замуж а если нет скитайся голодай и можешь удавиться бог свидетель тебя тогда я больше не отец так вот подумай это ведь не шутки уже нет сострадания в небесах им видно ведь насквозь мое несчастье ах матушка не выгоняйте вон отсрочим от отсрочивший брак на месяц на неделю или стебаль там положите в склеп все обсудим поступай как знаешь молчи я слова больше не скажу господи вон нянюшка что делать обед мой в небе у меня есть муж как лятву мне вернуть с небес на землю пока мой муж не улетела земли зачем судьба куют такие ковы столь беззащитным существам как я но что ты скажешь няня неужели нет утешения утешение есть ромео ссылки он острижется соваться к нам и требовать тебя поэтому я вышла бы за графа он милочка ромео мелюзга сравнение с ним такой грозы во взоре не сыщешь у орлов твой новый брак затмит своими выгодами первый а нынешний твой муж такой долине что это как покойник тоже польза говоришь от сердце а души аминь что ты меня переродила спустись ко вниз и матушке скажи я принесла лоренцо покаяния в грехе непослушание отцу пойду скажу вот это шаг похвальный ведь вот он вот он первородный грех о демон соблазнитель что подлее толкать меня на ложь или хулить ромео тем же языком которым она его хвалила столько раз разрыв разрыв между нами пропасть няня если не поможет мне монах есть средства умереть в моих руках мне понравилось